Приветствую всех, с вами Асина, и так нежданно-негаданно новое прохождение. На самом деле, стремилась в эту игру я уже достаточно давно, и воспоминания о ней даже как-то ночью меня нагнали в одном из снов страшнейших. Как бы там ни было, хочу вам сказать одну вещь. Некогда Пенумбра была для меня одной, наверное, из самых жутких игр, которые я когда-либо видела. Я помню, когда она вышла, давненько это было, я еще тогда работала, собственно, в музыкальном магазине, где также компьютерные игры продавались, и, в общем, я ее практически всем советовала. Очень многие ко мне возвращались, объясняя то, что как так можно в такие игры вообще играть нельзя, это очень страшно. На самом деле, сейчас, в данный момент, она уже таковой не покажется. Она что-то такое лавкрафтовское, что-то такое тонкое, знаете, вот этот вот страх одиночества больше окутывает в этой игре, чем какой-то леденящий ужас. Однако хочу сказать вам одну вещь, я совершенно ее не помню, то есть я в нее играла, играла один раз, и это было вот в тот год, когда она только появилась. Все, я совершенно не помню, какие здесь загадки. Помню только общую канву сюжета и, собственно, механику. Ну, те, кто играл в амнезию, те меня поймут. Собственно, Пенумбра это самый первый проект той студии, которая подарила нам амнезию. Поэтому, я думаю, что стоит присмотреться к Пенумбре более внимательно. Она сама по себе очень-очень интересная. И посмотрим, как будут упить я, посмотрим вообще, что нас будет ожидать впереди. Для меня это практически слепое прохождение. Я их, как вы знаете, не люблю, но думаю, что эффект испуга будет... Эффект испуга будет достаточно силен, но эффект тупизны так же, конечно же. В общем, друзья мои, играть будем в английскую версию с русскими субтитрами. Я играла вообще полностью в английскую версию, когда она только появилась. Поэтому, не знаю, честно, какой здесь перевод в официальный. Поэтому, решила без изысков. Играть будем на нормальном уровне сложности. Мне как-то себя жалко. Враги становятся опаснее и двигаются быстрее. Нет, спасибо. Не хочу. Поэтому нормальный уровень сложности. Это вот такая золотая середина, в которую тыркается большинство количества игроков. Я люблю сложности, очень люблю. Но здесь я их банально не хочу. Моя история началась в феврале 2000 года. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Показали, что это было неудачно. Но, по-моему, показывали, что находились в городе, в городе, где в городе, где уникали. Мне было почти лет, чтобы был последний взлет в последний взлет. Когда я смотрел цивилизацию, так как с его уникальными, я знал, что мой папа запрещала три года назад, почти до дня. И я считал, что это было, что я был в мире. Завязка истории, как всегда, письмо с другого мира. Итак, где же мы с вами находимся? Это явно наш катер, который мы наняли. Наконец-то мы почти добрались. Надо уложить вещи. Может, я и вдалеке от дома, но еще помню, что поднять вещь... Левая кнопка мыши, а присмотреться к ней получше. Правая кнопка мыши. Спасибо, кстати, гайд, правда, очень интересный, но мы прекрасно помним то, что... Боже, я сразу же потянулась за бутылкой. Просто по Фрейду. И хорошо, в общем, здесь у нас также прекрасная физика, которая была и в амнезии, собственно, благодаря этой физике мы будем решать здесь большое количество загадок. Давайте устроим, что ли, тотальный... Вообще у меня морская болезнь! Вот. У меня реально морская болезнь. Уверен, эта карта устарела лет на 10, но в Гренландии мало что меняется, так что я знаю, куда идти. У хорошего ученого всегда есть чем и на чем писать. Так, на всякий случай. Иногда полезно раскрыть блокнот, Н, и вспомнить о делах, или перечитать полезные сведения, П. Так, Н, хорошо. Список дел, заметки. Дел у нас никаких, как я понимаю, нету. Но... Я поняла вас, я поняла. Так, тянуть ящик, что-что. Похоже, команда настроена дружелюбно, но на всякий случай я запер свои вещи в шкафчике. Уверен, в моих карманах найдется ключ. Когда-то еще надо будет дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши, а потом навести на замок и нажать клавишу взаимодействия. Дверца и откроется. Хорошо, где у нас может лежать ключ? Ну, как бы... Как бы это наша сумка? Как бы это наша куртка, которая прилеплена к стене? Ладненько. Оглядимся. Ммм... Открытие вещей. Возьми, возьми его, возьми. Возьми! Возьми! А почему я не могу взять фонарь? Понятно. Включить или выключить фонарик можно в инвентаре. Тап. Либо нажав клавишу фонарика F. Ну, тап я также нажимаю. Так, а где трубка аварийного освещения? Видно, все еще заперта в шкафчике. Ключ должен быть в инвентаре. Тап. А вот он и ключ. От висящего замка. Хорошо. Может сгодится, если батарейки сядут. Положу-ка в инвентарь. Если что, достану оттуда. Или нажму клавишу G. G. Хмм... А вот и батарейки для моего фонарика. Да. Здесь еще будут закачиваться батарейки. Не нравится мне все это. А можно я останусь здесь? Мне здесь уютно, во всяком случае. Таблица размеров. Рыбу измеряют. Так, а присесть здесь, как интересно. Control. Угу. Пахнет крепко. Хорошо, что скоро я отсюда уйду. Похоже, они едят, спят и вообще много чего еще делают в этой каюте неделями к ряду. Ну, а как вы думаете, что еще там, мне кажется? Плакаты с плейбоя. Приятно, что некоторые вещи не меняются даже так далеко от дома. Ну, без женщин такое количество времени, ясное дело. Ну, я думаю, Джек Дэниелс нам вряд ли понадобится. Может, не стоит читать личные письма рыбаков? А может быть, стоит? Дорогой Эрик, сижу и пишу тебе короткую весточку. Успеть бы отдать, пока ты вновь не поставишь парус и не покинешь меня. Я оставляю тебе то малое, что сохранит память обо мне здесь, в сундуке возле твоей кровати. Не понимаю, почему вы не заведете другую, и ютисит на ней посменно, ничуть не высыпаясь. Но что жена рыбака может знать о жизни в море? Каждую ночь я молюсь за твой богатый улов, чтобы ты скорее вернулся домой в целости и сохранности. Прожу, не исчезая на пять недель, как в последний раз. Я знаю, что иногда бываю злюкой, но ведь и ты знаешь, я тебя люблю. Я выстирала твои пожитки. Верю, ты снова и снова скоро их заляпаешь остатками рыбьей требухи, но мне все равно приятно знать, что они побывали в стирке. Пока не забыла, в поселке Хериксона просили предупредить, если ты вернешься с уловом форели, но я ответила, что сейчас для нее не сезон. Если ты ее наловишь, никому ничего не говори. Приморось ее на льду, а я приготовлю что-нибудь особенное, и мы отпразднуем твое возвращение домой ко мне. Капитан корабля порой заслуживает особой заботы. Помни об этом, любимый, береги себя. Любовное письмо. Прочитали. Да, она положила ему как раз бутылку, судя по всему. Грустно это все. Грустно и печально, но, к сожалению, нам придется покидать довольно уютное местечко. Только сойдя на берег в холодное объятие надвигающегося бурана, я понял, как одержимый и всецело посвятил свою жизнь поискам отца. Что ждет меня в этой угрюмой земле, не представляю. Вскоре тайные опасения подтвердились, и я заблудился. Не знаю, что покинуло меня раньше, чувство направления или присутствие духа, но затем стали неметь руки и ноги, а впереди замаячил призрак смерти от переохлаждения. В отчаянии я стал искать укрытие. Вы только представьте, как холодно, куда я забрел, надо бы спрятаться от бурана. Да уж, жутко. Чувак, ну, может быть, посмотрим, я уже закоченела от пальцев до кончиков ушей, но все еще слышу свист ветра за спиной или это сфере. Если бы я знала, давай просто двигаться с тобой. Да уж. Вы представьте себе, заблудиться. Во льдах. Если удерживать клавишу взаимодействия, левая кнопка мыши, можно попробовать поднять этот камень. Холод ослабил меня, но сил для броска еще хватит. Надо нажать клавишу осмотра. Камень. Ну, ладно. Хорошо. Возьмем, понесем. У меня сильная рука. Сильная рука. Я сама замерзаю. В режиме взаимодействия R я смогу сбить... Бить этим камнем поточнее. Я сделала заметку в блокноте на всякий случай. Хорошо. Прости, дорогой мой. Но давай мы сначала зайдем в блокнот. И где? Внутрь не попасть. Лед слишком толстый. Угу. Значит, нам надо разбить лед. R. R. Понятно. Молю бога, чтобы внутри было не так холодно. Я так ослаб. Но может в режиме взаимодействия R мне удастся... Режим взаимодействия. Крутим, вертим, крутим, вертим. Режим взаимодействия. Я что, не того, что ли? Не туда верчу? Видимо, не туда. Ох. Неудобно. Не понимаю. Дверь. Дверь, откройся. Моляю тебя, я замерз. Может быть, надо еще побить? Давай, давайте еще побьем. Не знаю, что делать. Камень решил покинуть меня. Понятно. Понятно. Так могла только осина делать. Поэтому давайте сползать вниз. Как можно дальше от этого жуткого холода. Что, простите? Боже мой, моя голова. Не могу поверить, что свалился с такой высоты и все еще жив. Угу. Да уж. Тебе повезло, что ты приземлился на решетку. Она более мягкую, скажем так, степень приземления нам дает. Деревянная бочка тяжелая даже с виду. Внутри может быть все, что угодно. Ладно. Давайте с вами осмотримся. Пустые ящики из-под боеприпасов. Что же это за место? Очень похоже на бункер времен Второй Мировой. Вы так не находите? Лично я считаю, что так оно, скорее всего, и есть. Так, стальной пруд. Сигнальный факел. Святые угодники. Что от нас жаждет эта игра? Я уже чувствую предельное одиночество. Мне страшно от того, что я в какой-то тьме. Порядок эвакуации. Почему-то нельзя прочитать, обидно. Люди! Хотелось бы верить, что эта ветхая ржавая лестница меня выдержит. Но выбирать не приходится. Лучше рискнуть, чем просто замерзнуть. Может быть, ошибка заходить, конечно, так. Металлический стеллаж. Суточный паёк, судя по дате, давно просрочен. Вообще, консервы хранятся очень-очень-очень долго. Так. Ну-ка, попробуй ударить молотком, удерживая клавишу взаимодействия и левая кнопка мыши. Можно замахнуться, двинув мышь вправо, а потом ударить с размаха, сместив мышь обратно. Можно и наоборот. Хм. А если двигать мышь назад и вперёд? Ага, получится выпад. Так. А после замаха я зажму клавишу осмотра, то смогу осмотреться, держа инструмент на готове. Так, тут у нас очередные шпротинки. Что? Что, простите? Я что-то слышу. Мне это не нравится. Ага. Хорошо. Ладно. Так, стеллажи старые. Давайте возьмём с вами молоток. Да. Да. Да, да, да. Так. Так мы немножечко бьём. А если вот так? А... Вот так. И вот так. Здесь я могу осмотреться. Молоток. У меня страшно молоток. Деревянная дверь. Надеюсь, не заперта. Так. А как нам вообще убирать этот молоточек? Давайте посмотрим. Нет. Тап. Стальной пруд. Не открывается. Видно, что-то её держит. И такое ощущение, словно мы что-то записали в нашем дневнике. Я в каком-то подземном сооружении. Единственная дверь наружу заперта. Надо поискать обходной путь. Хватит меня пугать! Кто бы вы ни были, я слышу вас. Вы здесь точно есть. Обходной путь. Ага. Хоть и старые, а голыми руками не возьмёшь. Пошёл он отсюда. Так. Хорошо. Почему я постоянно путаю джи? Окей. Так. Вот я... Просто пипец. Похоже, рассохлись. Я не могу понять, как воевать этим молотком. Давайте зайдём быстренько в управление. Я... Сменить раскладку клавиш. Так. Перегибание. Действие. Осмотр. Убрать инструмент. Кстати, Х. Это хорошо. Инвентарь. Фонарик. Движение. Прыжок, прыжок, прыжок. Пригибание. Это всё понятно. Левая кнопка. Осмотр. Правая. Надо мышью двинуть. А я не могу. Вот, наконец-таки, осина. Догадалась. Я страшный человек. Я буду... Тихо, 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 тихо. Всё хорошо. Всё тихо. Всё хорошо. Толщина у крышки этого люка что надо. Руками не откроешь. Кто-то очень не хотел впускать туда гостей. Или выпускать хозяев. Кто в тюрьмочке живёт? Я думаю, что никто. Хороший. Теперь понятно, почему я не мог открыть дверь. Ясно. Уничтожение бочек явно не входит в мою юрисдикцию. Кш. Уйди. Ладно. Мы открыли себе дополнительный проход. Какой-то механизм фабричного производства. В середине есть отверстие, но всё равно. Пойди разбери, как он работает. А я знаю, как. Потому что мы нашли некий стальной пруд. И наверняка его можно, да, вставить сюда. Но вы знаете, хочу ли я его сейчас вертеть, крутить. Давайте немножечко исследуем территорию. Потому что там ещё какие-то дополнительные были ходы. Ведь наверняка что-то интересное мы встретим. Так. Я туда не хочу. Я теперь туда хочу. Понятно. Значит, я хочу сюда. Что вообще за лазы? Кто их сделал? Это как... Угу. Понятно. Замкнутое пространство ждёт нас с вами. Всё, ладно. Все дороги ведут сюда. Крутим-вертим, крутим-вертим. Не знаю, куда ведёт этот ход и что ждёт меня там внизу. Но если я не хочу умереть от голода, выбора нет. К тому же это место может быть как-то связано с моим отцом. Любопытство — это порог. Не знаю, что это за место. Но оно запечатано парой стальных люков и скрыто под многометровым слоем земли и снега в арктической глуши. Я теряюсь в догадках и ощущениях, позабытых в далёком детстве. Всё наше общество оплетено страховочными тросами. Вызов скорой по телефону, техника безопасности на рабочем месте, друзья, семья, любимые. Случись беда, одна из этих сетей обязательно подхватывает тебя, не спасая лишь от самых обыденных эмоций. Как хорошо это видно отсюда, где нет ничего похожего на это. Снова я чувствую себя школьником, которого окружают старшие дети. И понимаю, что способные помочь люди, друзья, родители, учителя, все они слишком далеко. Я сделал заметку на всякий случай. Вход в пещеру завалило. Так, здесь можно встретить кого угодно. Героизм лучше оставить для кинотеатров и сказочных богатырей киноактеров. Мне такая бравада принесёт лишь гибель. Лучше продвигаться осторожно и не отсвечивать в буквальном смысле. Чтобы не выдать себя, мне стоит почаще пригибаться и оставаться в тени, пока не станет ясна природа угрозы. Чтобы присесть и скрыться в тени, используются клавиши левый контрол. Если место выбрано удачно, я краем глаза увижу синее сияние. Мой второй лучший друг тишина. Если не шуметь, наткнуться на меня можно только случайно. И, конечно, без толку прятаться на свету с включённым фонариком или трубкой в руке. Я вас поняла. Я вас предельно поняла. Лучше всего замереть в темноте на пару секунд. Тогда меня будет почти не видно. Простите, но можно я похожу на корточках? Просто осмотрюсь здесь. Если остаться неподвижным, можно стать почти невидимкой и дать глазам привыкнуть к темноте. С физической точки зрения, эта игра восхитительна. Но здесь явно кто-то есть помимо меня. Так, хорошо. Вы здесь. Выход, канцелярия, взрывчатка, мастерская, склад, северный блок. То есть, это, как я понимаю, карта нашего. Сколько же лет этому месту, если здесь пользовались масляными лампами? Похоже, в этой даже есть чему гореть. Но у нас нечем поджечь. Вот, в чем еще одна беда. Так, хорошо. Куда же мы с вами направимся? Давайте, что ли, сходим в канцелярию? Не знаю, меня это название довольно-таки успокаивает, если можно сказать что-то успокоительное вообще об этой игре. Склад. А здесь, я думаю, как раз-таки вход в канцелярию. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Большой деревянный ящик. Спасибо, Кэп. Я вас поняла. Тихо, 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 тихо. Все хорошо, все спокойно. Вроде бы никого здесь нет. Я понимаю, что двигаюсь в присядку. Но поделать с этим ничего я не могу. Канцелярия, как я понимаю, место по принципу спокойное. И неужели свет вижу я? Свет! Я уже скучаю по открытому воздуху. Это место действует мне на нервы, но решетка, похоже, вмурована в камень. Попробуй такую, расшатай. Да уж. Гнилые деревянные стеллажи. Вся комната прогнила насквозь из-за этой дыры в потолке. Не знаю, почему-то еще Dead Space помнился. Так, он заперт. Мне нужен ключ. Ключ. Мистер Ключ. Как же я это люблю. Как же... Вы знаете, вот у всех есть любовь к исследованиям. Собственно. Что же? Что же это у нас такое? Вяленое мясо. Если вспомнить Silent Hill, то вяленое мясо помогает нам избавиться от местной формии. А может быть, нам придется его покушать. Обезболивающее. Спокойствие. Только спокойствие. Печатная машинка Empire. Вообще, замечательные, на самом деле, печатные машинки. Они как-то иначе назывались Empire. Это не скрытая реклама, это просто переделанное название. У них самая лучшая, наверное, функция записи была и самые мягкие клавиши. Я вообще очень любила в свое время именно работать на печатных машинках. Да и сейчас бы с удовольствием воспользовалась услугами таких. Так, хорошо. 15 августа 1945 года. Командный бункер. Аварийная ВПП. Зулу. Еженедельный рапорт. Еще одна скучная неделя в Гренландии. Получена штатная поставка запасов. Проведены стандартные учения обслуживания аварийной полосы. Завершено штатное техобслуживание полосы. По моему приказу, солдаты чистят ее дважды в неделю из-за сильного снегопада. Один человек ранен. Один раненый не повод бить тревогу в Лондоне. Немцы не растянули свою линию фронта на лишние 4000 миль. Двоих из моих солдат застали в мастерское оружение за производством ручных гранат. Их работа закончилась парой оторванных пальцев. Я несу частичную ответственность за случившееся, так как разрешил им воспользоваться руководством по взрывчатым веществам, которые мы храним на складе. Уверен, в нем они и разузнали состав взрывчатки. В качестве меры предосторожности я запер это руководство в сундуке, который поставил в собственном кабинете. Ключ от сундука останется у меня. Разумеется, оба солдата были наказаны, а пострадавший был отправлен домой для медицинского ухода. Я убежден, что лучшее наказание за такой проступок – это остаться здесь. Но выносить подобные решения не в моей власти. Эта база находится в жуткой глуши. Иногда я думаю, что если война закончится, мы даже не узнаем о ее завершении. Заказ на поставку. Динамит для горнопроходческих работ. 7 штыков. Считаю этот пункт необязательным, но по уставу мы должны быть полностью укомплектованы. 1 ледар у промышленного образца. Для скалывания проклятого льда, который намерзает на внешний люк. 1 пара очков для чтения зрения – минус 7. Для себя лично. Мои очки слишком изношены и требуют замены. Ремонтные работы в шахте ведутся полным ходом. Тоннели укреплены. На случай бомбардировки намечена расчистка ранее заваленных зон. Мы отыскали одну любопытную археологическую находку. Артефакт, долгое время порабывший в земле и откопанный одной из наших рабочих бригад. Сегодня вечером, после завершения служебных обязанностей, я смотрю его получше. Он будто бы сделан человеком и состоит из нескольких частей. Я постараюсь снять футляр и выяснить источник света, который постоянно пробивается сквозь оболочку. Начальник ВПП, майор М. Итак, мы запомнили, что майор М, собственно, некогда наказал людей за использование взрывчатых веществ. Наверняка нам это пригодится и стоит у себя в уме тоже сделать некую галочку. Он носит очки и, видимо, его труп нам нужно будет найти для того, чтобы взять у него ключ. А это тот самый артефакт. Человек уже старый, сжимает что-то. Он странный, однако знаком мне. Я никогда раньше его не видел, но откуда ты знаешь, что он Говард? Я называю его отцом. Что? Что за чертовщина? Что со мной? Будто нечто коснулось моей памяти. Надо быть поосторожнее. Но, открою вам секрет, это сохранение. Фотография британского взвода времен Второй мировой. Видимо, это шахты переделали под импровизированный бункер. Что же, ребята, если мы здесь с вами сохранились, то я думаю, что на этом, на сегодня мы закончим. Это было такое начало приключения, начало жуткого, довольно-таки пугающего, жуткого и пугающего, да, приключения, которое ждет меня впереди. Ставьте пальцы вверх, если вам нравится это прохождение, и ждите следующих серий. С вами была Асина. Всем пока-пока.